Всем привет! Это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. И как всегда я продолжаю показывать свои трудовые будни. А сегодня у нас 1 октября, четверг. Смену в своем районе я обычно начинаю в 7.30, ну там плюс-минус 5 минут. Сейчас допустим 7.34. За это время город как раз разгорается и даже долетает до моего района. Просто если выезжать раньше, то коэффициентов в моем районе еще нет. А вот в 7.30 они как раз начинают появляться. И бывает и плюс 3, и плюс 4, и плюс 5 поймаем. Как-то прошло одно обновление и перестало именно с утра. Ну как с утра? Не с утра, а получается до первого заказа перестало показывать мне зоны. Может быть это специфика моего телефона. Может быть у всех так, я не знаю. Вот пока не сделаешь первый заказ, зоны не показывает. Но у себя в районе я знаю, где они начинаются. Тут перекресток переехать и все, и сразу зона будет. Поэтому сейчас я доеду и включусь. Хотя толку от нее скорее всего не будет. Потому что заказы обычно прилетают, и по деньгам получается больше. И теперь можно включаться. По пути домой, поехали. Будем ловить заказы в выгодный район. Ой, а сейчас задача найти здесь место, чтобы перепарковаться. Вот как бы и все. Плюс 4, аэродромная кардолипник. Вот так, моментально просто. Сразу прилетел заказ, даже я не парковался. Это хорошо. С утреца тут уже аварии начинаются. Опасный этот перекресток. Это получается Левкова улица вот так вот идет. И там перекресток Воронянского. Там светофора нету. Постоянное движение пешеходов. Там еще школы рядом. Дети постоянно идут. И вот кто местные тут живут. Я знаю, что они давно уже просят тут светофор поставить. Везде, по всей улице поставили. Я не знаю, сколько их там, штук 7-8. А здесь почему-то не ставят. Их поставили даже там, где не нужно. Но только не здесь. 9.40 за этот заказ получилось. Тут же по цепочке следующий прилетел. Где-то тут недалеко полтора километра на Волохо. Это еще у нас направление включено. И окажемся мы на Каменной горке. На Лицкую поедем. Вот вроде ерунда, да? Вот отметка стоит вдоль дороги. Я вижу, что она на углу дома. Зачем ты так ставишь? Люди, выше из-за дня в день эти отметки ставят. Ну когда вы научитесь? Надо во двор, поставь во двор. Зачем ты прямо где-то непонятно ставишь? И мне стой, думай, правильно ли я стою, неправильно ли я стою. Получается, подъезды с этой стороны. А отметка стоит даже не вдоль дороги, а между домами. То есть как-то на углу. Никого нету. Я еще люди с опозданием даже приехала. Все равно никого нету. Ехать нам 9 километров. Это где-то 23 минуты пишет. И заказ, кстати, плюс 4 был. 8.40 получилось за этот заказ. Все, это направление мы отработали. Поэтому завершить. И будем отрабатывать следующее у нас на Симашко. Поехали. Вот так вот горят коэффициенты. И хочется мне сдвинуться немножко с этого места. Это в принципе можно и тут постоять, я даже не знаю. Давайте все-таки ближе к проспекту Притыцкого съедем. Я не знаю почему, но отсюда из Каменной Горки крайне редко заказы вот именно в направлении Симашко прилетают. Чаще всего я ловлю заказы именно когда пересекаю проспект. Где-нибудь вот на Бурдейново стану. И вот с этого района прилетают заказы. Отсюда почему-то нет. Может это мне так везет. И вот собственно сейчас я и хочу так сделать. Пересечь его и там остановиться. Ох ты, какое солнышко. Забавная фигня. Сквозь туман какой-то светит. Комфорт плюс 5. Прилетел заказ. Немножко не оттуда откуда я ожидал. Как это нам тут лучше развернуться. Ну давайте попробуем пока никого нет. Может получится. Не, нифига не получится. Слишком мало места. Да, конечно стоим уже вон 4 минуты. Никто никуда не торопится. А вот и торопится. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. оказались поэтому собственно все я так подозреваю следующее направление даже не буду включать или сейчас по ситуации посмотрим все то у меня какое-то чувство хронической усталости не знаю с чем это связано может это осень так давит на меня либо может пора отпуск в отпуск однозначно пора было бы за что и куда ну а так как не за что поэтому продолжаем работать давайте на линию впереди коэффициенты горят сейчас попробуем чего-нибудь поймать и уже не буду я включает направление никуда будем ездить так а и я вспомнил это же первое число по идее должны вот эти вот смениться как их там золото серебро вот это вот платина я что-то забыл с утра посмотреть как бы судя по приоритету 13 как было так и осталось в общем не знаю я что там по баллам как бы золото вот висит плюс 3 потому что у меня эта фигня с баллами так и не появилась обновление еще не выпускали то есть я не знаю когда она появится у меня по крайней мере потому что у многих уже она есть спонсор долгиновский 152 какая-то долгая поездочка прилетела и коэффициент потихоньку тухнуть начинает все были дней блинней становится ну и ладно а ну да логично 905 для 9 начинает потухать в этом районе все это подозреваю надо прекращать всякие перемещения где заказ закончил там и состоять потому что что-то мы не выгодно как-то ездим у нас 33 километра и 17 рублей один к двум с утра обычно меньше должно быть километража поэтому к обеду становится еще более невыгодно потому что как правило коэффициентов нет бонусов там не докидывают и давайте посмотрим тут новости какие-то появились а я думал это новости а это про гарантии а вот уровень скоро обновиться ваш уровень в программе привилений на октябрь если ваш уровень еще не обновился не переживайте статусы рассчитываются до первого числа каждого месяца то есть они еще до конца дня могут не отображаться типа они там считают на счетах там сидят высчитывать если 2 числа днем ваш статус не обновился пишите поддержку будем разбираться понятно то есть может еще и не обновиться опять косяки могут быть какие-то ухты комфорт плюс дзержинского 104 забавно ожидал я комфорт плюс тут поймать как-то редко обычно выстреливает все с этим заданием мы справились здесь у нас получилось короне мы оказались и я хоть и говорил что не надо двигаться все равно сдвинулся туда в сторону пушкинской еду потому что здесь очень много машин его заезжал на парковку там столько яндекса стоит конкуренция слишком большая поэтому немножко пришлось сдвинуться пути не прилетит ничего я на беру то сверну и там останавливаюсь и уже там буду ждать заказ бусевича 30 и на брикета ну как бы можно сгонять давненько я на брикет 30 не был а сейчас перед этим заказ прилетал на этот самый на глебке тоже здесь и он на жданнике был так я его пропустил там кстати даже не долгая поездка была просто пришлось потерять баллы активности какая-то бомжатская совсем поездка получилось 480 за этот заказ тут же по цепочке вроде прилетала что-то с коэффициентом но и так смотрю отменили наверное уже такая прям осень осень чувствуется смотрите листики желтенькие русская комфорт все спешим на следующий заказ так даже тут рядом с этой зоны даже не выехал сетон там впереди что-то моя машина начала порыкивать как будто перегазовываешь обычно масло когда проседает она начинает рычать так что надо будет проверить где-то получилось 10 рублей здесь конечно место хорошее сейчас бы эконом выключить и половить комфорт плюс и комфорт но к сожалению у меня нет такой возможности поэтому что прилетит то прилетит пока надо пойти масло посмотреть не сбили меня еще бывает такая подлянка выйдешь и тут же заказ прилетает приходится постоянно смотреть что не придумает кнопочку чтобы она автоматом принимала это же вроде не сложно но как бы да вообще у практически нет истины теле плитки даем не назад летят о жилеточку снял как-то цикл осталось ну как тепло в машине это тепло на улице нет на 14 градусов ну что теперь нужно масло заказать а заодно и фильтр и поменять это все нафиг так что у нас островская 28 эконом прилетел но как бы так поедем на колоса 2 короче это в центр и надолго сделали мы этот заказ 680 по моему получилось и я тут дворами пробираюсь на куйбышева и одну штуку я вам хотел показать даже это не я хотел показать потому что я про нее не знал это мне в телеграмме написал алексей и да кто не знает есть еще не а группа telegram туда заходите будем общаться вот и он мне в общем рассказал про одну функцию я ее как бы видел но я не мог ее найти почему-то программисты яндекса и очень далеко запрятали смысл в том что она спрятана под этой лупой вот которая пропадает ее нажимаете и здесь у нас появляется вот такая функция интересная карта водителя я так понял она пока еще не работает хотя может это я так думаю что она не работает суть такова что должен быть какой-то список банков партнеров у которых можно заказать вот эту карту водителя и на нее будут начисляться различные кэшбэки но опять-таки через фирмы партнеров там к примеру кафе партнеры определенные я думаю кто картами с кэшбэком пользуется тот знает в данный момент здесь я так понял работает только скидка на азс здесь появляется определенный список где они расположен но в данном случае работают скидки только с а 100 остальных заправок я тут не вижу в списках вот примеру до ближайшей заправки у нас 136 скидка будет один процент типа нажимаете поехали он переключает на навигатор ну и собственно едете и что нам нужно сделать это получается вот скидка на топливо нажимаем тут какой-то штрих-код который мы по идее должны показать на кассе я это обязательно потестирую и когда-нибудь покажу и здесь написано что первый месяц скидка составляет один процент а уже последующие зависимости от того как часто вы пользуетесь насколько увеличивается один два три процента я не знаю все нужно проверять вот я думаю этот месяц я попробую и посмотрю что получится и соответственно покажу вам и за предоставленную информацию большое спасибо алексею меня вот только вопрос нафига не так далеко запрятали я вот не понимаю этого блин додуматься нужно вот на это нажать ну я не додумался я допустим этой лупой никогда не пользуюсь небольшая санобработка и поехали дальше я же не доехал до сурганова остановился вам рассказать про новую фишку это подозреваю там заказ на леонида беды но как раз в ту сторону отлично просто сегодня второй комфорт плюс прилетел а то когда-то я вчера по моему или когда позавчера и ездил один эконом валил просто целый день и по моему только один комфорт прилетел а эти скидки которые там вот сейчас на заправке я думаю это только начало и постепенно они будут появляться возможно даже эти карты водителя появится интересно будет заказать ее и попробовать что это такое выбрались мы со дворов где у нас тут на руси янова я вот думаю тут стоять или все-таки туда поехать даже там частенько тоже комфорт плюс комфорт прилетает на этой как этом забыл на шафронянскую там рядом новая боровая туда комфорт частенько вот и заказ эконом что поделаешь поедем здравствуйте добрый день 560 у нас получилось за эту поездочку что постояла тут пять минут почитал сообщение пока тишина надо комфорт прощупать на данных уж саблина я так подозреваю ехать глядишь и чего-нибудь прилетит что пилим победы победы смотрю наш брат тут стоит видать время простоев началось видимо честно куш саблина станем и будем ждать но вот как бы и все порожняком доехали так хочу комфорт плюс сразу прилетел и канон добрый день коротенькая поездка 4 рубля снова мэна кульбышева снова тишина я чувствую что я снова доеду до куш саблина а не хотел же лишний километраж наезжать хотел встать и стоять а где тут встанешь в общем итог я все равно еду может в этот раз комфорт поймаем делаем ставки господа комфорт комфорт плюс эконом да эконом скорее всего на филатово честно не хочу там это не очень мне райончик нравится филатово оттуда заказы прилетают что-то мне не нравится там бывать это был опять эконом комфорт плюс ништяк вот это нормально вот это хорошо но тоже как бы с этого района далеко не уеду но зато это комфорт плюс и он третий третий уже комфорт плюс за сегодня и добрый день подожди и вот это что то там у нас что то произошло сомку прищемим моя да как назад двигается с нечто а ну не досянул свет на носочки да можно было отрубать ей ноги пристигнуться кушать ты перенесешься да что Чувствуешь, как я точно по времени? Ничего. Подвор не надо, да? Да. Футбольчик. То есть активный вид такой. Ну, хорошо придумал. Смотрите, вот езжать за такой циковой гребочкой, справляйтесь, мы выйдем, будет дальше валить. Интересно, заканчиваете поездкой? Сейчас, наверное, получится у вас высказать. Не, не получится. У меня не на линии. Ха-ха-ха. Сейчас. Все хорошо. Хорошего дня его. А я поеду на белый. Надо посмотреть заказ. И последнее время, я не знаю почему, на меня подбешивают, что садятся на передние сиденья. Прям аж бесит. Чего вы сюда сунетесь? Непонятно. Раньше как-то пофигу было, я не знаю. А сейчас, блин, есть сзади сиденья, сядь ты и сиди. Чего ты сюда лезешь? Поэтому я его обычно максимально продвигаю. Так. Заказ. Эконом. Ну пофигу. Студенты, наверное, едут. И под одним из видео как-то было предложение. Девушка там одна предлагала. Сделать подборку, что больше всего бесит в пассажирах. Я сразу думал, ну как-то оно слишком негативное видео, наверное, получится. И как-то не хотел делать. А вот сейчас подумал, а может сделать? В общем, вопрос к вам. Сделать такое видео или не сделать? Интересно вам или не интересно? В общем, где-то на 8 километров нам поездочка предстоит. Ну или 7. Странно. Ну да. Вам странно, а вы нет. Я же не просила возгнать. Ну типа этот. Не тащиться, как некоторые. Ну, а я тащусь. Я один из некоторых. Да. В общем, не поеду я с этой девахой. Сделал я отмену. Пускай себе Шумахеров заказывает. Потому что она только села. Во-первых, блин, порог мне долбануло. Это уже ей минус. А второе, давайте побыстрее. Давайте побыстрее. Нет, нахрен-то мне такая нужна. Давайте побыстрее. Блин, только активность слил. Побыстрее ей. За 3 рубля. Это теперь же точку Б не будет показывать. А, стойте. Можно же восстановить активность точно. Ага. Я совсем забыл. Сейчас мы в поддержку напишем и восстановим это дело. Давайте чего-нибудь напишем. Так. Сообщить о проблеме. Хотел я еще проверить один заказ. Мне 6,50. А что, интересно, тогда было написано, когда завершаешь, было 5,90 или сколько там, 5,60? Что-то такое было написано. Комфорт Плюс. А, вот смотрите, цена Комфорт Плюс 4,70. Корректировка, возмещение скидки. Поэтому они на Комфорт Плюс и ездят, потому что оно, наверное, как к эконому. Какие-то там бонусы, скидки и так далее. 4,70 получается. Ну, как бы для меня это хорошо. 6,50. Ну и для них тоже. Но просто смысл в том, что Комфорт Плюс заказывают не для Комфорта, а потому что дешевле так. Но сделал, и Яндекс сразу наказывает. Начали простаивать. О! Смотрите, пока стояла активность. Восстановилась, 90 стало. Вот что касается не денег, то поддержка иногда очень оперативно работает. Прошло сколько? Минут 10, наверное. В общем, стоим мы уже полчаса. Ну как стоим? Последний заказ, который я сделал, он был полчаса назад. И в этот промежуток вот этот еще косячный прилетал, который я отменил. У меня вопрос. Как думаете, есть связь между тем, что я отменил заказ, и что теперь стою? Потому что до этого вообще без остановки ездил. Либо это просто совпадение, сейчас обеденное время как бы простое начались. И, как показал опрос, людям интереснее смотреть видеоролики где-то в районе 20 минут. Поэтому я завершаю. Вопросы и пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Все, всем удачи, а продолжение в следующем выпуске. Спасибо.